Здравствуйте, с вами Валерий Комиссаров и программа «Наш Человек». Программа, в которой известны всем популярные люди приходят, чтобы подтвердить звание «Наш Человек». Сегодня у нас в гостях молодые, дерзкие, яркие звезды Лена Темникова и Пётр Дранга. Мы начинаем. Экс-солистка группы «Серебро». Обладательница чувственного голоса и бойцовского характера Елена Темникова. Здравствуйте. Лена. Здравствуйте, здравствуйте, зрители. Спасибо, что пришли. Расскажите, что это за история вашего приезда в Москву? Она была связана с... Я прилетела в Москву на конкурс. Вы приехали из Кургана, да? Да, я приехала из Кургана. Такая девочка из Кургана приехала покорять Москву. Да, как все. Как мы себе когда-то приезжаем. Я приехала на большой патриотический конкурс. 99 областей нашей страны там участвовали. И вы там победили на самом деле? Да, гран-фи. Вот, собственно... Да. Я слышал, что после этого конкурса к вам подошел продюсер, прям как в анекдотах. И говорит, здравствуйте, я продюсер. Ну да, я не рассчитывала победить. Потому что, ну, нас в Кургане учили, что все в Москве куплено. Победила эйфория, куча признаний. И вот вы сидите в гримерке. Да. И приходит мужчина в мою гримерку, такой странный, и начинает читать стихи. А мне неудобно взрослому, пожилому человеку сказать, что вы делаете. Ну и я молчу. И он представляется, говорит, я суперпродюсер. Я сейчас все тебе сделаю. Подарю тебе большую популярность. Я вот побеждаю на песне года. Вот, у меня дипломы есть. Достает карандашик такой обгрызанный, записывает номер телефона и говорит, обязательно позвони. Но ведь продюсеры не читают стихи, когда знакомятся. Я и не знала этого. Я же продюсера первый раз видела. Да. Но я не поверила ему. Я бы испугался на вашем месте. И я испугалась. И не стала я ему звонить. Но каникулы в Москве заканчивались, а в голове идея засела. Мне же обещали сцену. Я решила просто позвонить. Ну вот просто. Из гостиничного номера, чтобы вот мой номер никто не узнал. И он сказал, что все схвачено. Есть училище, значит, ветеринарное. Для девочек исключительно. Ветеринарное. Благородных девинств ветеринаров. Вот он как-то так сказал. Слушай, он сумасшедший, бешеный продюсер. Да. А ты приезжай, мы тебе сделаем карьеру. Я приехала. Я с тобой взяла альбомы фотографиями. Ну вдруг нужно будет все свои грамоты, статуэтки, ну похвастаться. А потом выяснилось, что этот продюсер, ну несчастный человек. Я не хочу его никак задеть. Вдруг он смотрит. Ну он просто чуть-чуть в своем мире живет. И хотел от меня. Чего он только не хотел от меня? В общем, мне пришлось бежать. А чего он хотел? Выяснилось, что он смотрел на меня как на будущую невесту. А я девчонка, мне 17 лет. Я вообще ничего такого в истории в жизни не слышала. То есть он вас пригласил в этот продюсер пожить с ним в ветеринарном техникуме? Ну да, видимо так. Я сбежала, знаете, вот только как бы пуля и свистела. Это, конечно, было очень страшно. Рыдала неделю. Значит, просила подругу позвонить родителям, чтобы она маму успокоилась, что у меня все хорошо. И увидела рекламу, значит, по телевизору музыкального проекта «Реалити». И решила пойти. И пошло-поехало после этого музыкального проекта. Наверное, мы так и не сошли с ума. Наверное, любовь мы так и не узнали. В интернете появились ваши звездные интервью. Это что, вы решили сменить профессию или решили увеличить популярность еще больше? Просто я поняла, что я могу проинтервьюировать своих друзей, они же мне близкие друзья, артистов, и показать их с той стороны, которую не знает, которая неизвестна их поклонникам. У нас есть эти видеоинтервью. Посмотрим на экран. Как ты делаешь с собой? Я не умею. Ой, он такой большой. Аня, ага. Мне сейчас больше не свой. Я тут нажала, подожди, уже, уже. А, да. Как ты делаешь с собой? А, а. Мне нравятся наши сады. Вы серьезно? А где кадр? Я ненавижу снимать клипы. Я никогда не делала из-за этого секрета. Я терпеть не могу съемки, потому что тебя красят где-то на табурете, на коленке. Желательно, чтобы это было в моем кликном автобусе. Но на тебя падает посветительный прибор и оператор. Потому что вы едете с локации на локацию, вы очень спешите, приезжайте, и мы сидим в стулер, потому что выставляется свет. Впервые он был на моем большом концерте в Петербурге. И я прямо на первых песнях сказала, значит, что моя мама и мой сын сидят, и он, как можно, в актерском ринге встал. Начал с тем, значит, смокать. Это на него произвело неизводимое впечатление. Мама на сцене сказала, что я... И, в общем, вот эту тему мы еще несколько дней... Какой же... Как с него люблю. Нет ли планов позвать, может быть, там, Стаса Михайлова, например, или кого-нибудь из таких, ну, не знаю, там, Валерия Меладзе? Или вы только среди подружек? Крайне сложно из-за моего плотного графика, из-за плотного графика артистов. Крайне сложно находить вот эти... Это же... Вы видели, сейчас мы посмотрели, там, 30 секунд каждого. Вообще, это под ваши часа снимается? Ну, да. А вот у вас сейчас прекрасно есть возможность задать вопрос любому человеку, на который у вас нет времени, или не знаете, как к нему подступиться. У вас есть какой-нибудь человек, который... Да, есть. Валерий Яковлевич, это вы. А, да. Нет! Валерий Яковлевич, скажите, пожалуйста. Вопросы здесь задаю я. Ну, пожалуйста, конечно. Вот утром вы просыпаетесь, ваши первые мысли? И еще хочется поспать. Это самая главная мысль, она у всех. Я банален в этом вопросе. А потом про работу или про домашний быт? Конечно, про работу, потому что думаешь сейчас как, что, чего. Придет сейчас Темникова, о чем спрашивать, что она будет делать, как она будет поступать. Конечно, мы все перфекционисты и хотим, чтобы нашим зрителям было интересно. Абсолютно. Мы да. У нас есть рассказ о ваших страхах и фобиях. У-у-у! Давайте пересядем на диван и послушаем Марию Кожевникову. Смотрим. Мария Кожевникова. Лена Темникова – наш человек, потому что она борец. Она борец по жизни. Мы участвовали в таком травматичном очень проекте одном. Она очень боялась высоты. И я это видела, и я это знала. И у нее просто и ноги, и руки тряслись. Но она выходила, ее поднимали все равно на эту высоту. И она преодолевала свой страх вот прямо вот здесь, сейчас, перед всеми нами. И это, конечно, такой похвалы заслуживает. Она стала мамой, и, наверное, нас это еще больше сблизило. Потому что мы с ней две такие сумасшедшие мамашки. Я знаю, что у нее вообще нет няни. То есть если у меня там есть, к примеру, мама, которая помогает и живет с нами, то как она справляется, я вообще не представляю. Мы рожаем, но работа стоит на месте. Те приятели, которые не торопят, она как-то там умудряется что-то выкрыть, и сидит с ребенком, и спит с ребенком. Она мой, наш человек. Это потому что она такая же сумасшедшая мама, как и я. Мария Кожевникова сказала, что вы сумасшедшая мамочка. Ну-ка, расскажите. Сумасшедшая, да. Мы действительно... Как? Маша нисколько не преувеличила, когда сказала, какие у нас разговоры. Да, но если... Молоко, йогуртница, что нужно, что нельзя. Да, да, да. Где пальмовые прививки? Где одежку купить? Я слышал, что ваша дочка помогла вам снять клип. Да. Причем еще до своего рождения. Да. Мы, женщины, счастливы быть беременными пару раз в жизни. Ну, несколько раз максимум. Поэтому я решила не упускать свой шанс и на девятом месяце уже на сносях сняться в клипе. На девятом месяце? Да. Уже прямо перед родами. Понимаете, как можно ненароками родить в кадре? Боялись этого, боялись. Скорая стояла? Потому что на ногах нет. Ну, мы же женщины русские, мы все можем. Мы могли бы рожать и успеть добежать. Так, давайте посмотрим кусочек вашего клипа. Держать в сердце зачем? Оно страдая молчит, но любит так самоотверженно. Воспал я в любви. Бегу навстречу к тебе, по осколкам любви. Бегу, хоть это болезненно. Держаешь сердце зачем? Оно страдая молчит, но любит так самоотверженно. Вот после этого клипа я и поехала рожать. В одном интервью вы рассказали, что ваши любимые игрушки в детстве это не куклы и даже не какие-то домики, наряды, машинки, а это молоток и гвозди. Что это? Это детство. Развлекайся как хочешь. То есть папа вам купил молоток и сказал? Нет, у папы ящик был просто. Пила, молоток, гвозди. А у меня была одна кукла, всего одна. Но я развлекалась молотками, конечно. Молотками. Как? Ну как, пальцы от Вики всегда были. Папа не ругался, папа смеялся, помогал мне. Он как бы, он говорит, держи. Я держала, он придерживал своими, чтобы... Вы забивали гвозди? Ну да, но у меня никогда не получалось. Нормально. Всегда по пальцам. Давайте сейчас вспомним эти навыки детские, когда вы забивали на молотком гвозди, вернемся к столу и возьмем в руки молоток. Ой. Давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Уху! Чуть я заволновалась. Я знаю, что когда-то в детстве ваши родители купили на рынке десяток яиц. Из одного яйца вылупился птенец. Это правда? Да, это правда. Это правда. Желтенький, пушистый. И я ухаживала за ним, как могла. Но родители посчитали, что он вырастет курицу, а у нас маленькая, ну, квартира обычная, куда там курицу, и отдали кому-то. А я после этого тайно выкладывала на батарею, значит, яйца. Из холодильника. Я хотела, чтобы еще кто-то вылупился, но я очень маленькой была. У меня к вам очень правильное задание. Раз вы так любите птенцов, а раз вы умеете и любите заколачивать гвозди, давайте сделаем что-то полезное. Пока звучит ваша песня, нужно сколотить этот скворечник на скорость. Хорошо. Так, начинаем. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, Тони. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты не прости за мною сладкости Осторожно, по пальцам не ударяйте Да, не ударяйте У меня, похоже, я себе и полку колотила для цветов А почему вы до конца не забиваете? А потому что держаться будет Я потом добью, а вдруг я не успею Вы знаете? Осталось полминутки Это такое удовольствие, когда ты творишь над материей Сейчас мы поговорим об удовольствии Удовольствии, когда вы промахиваетесь мимо пальцев Вот удовольствие Как на фото пошел Можете представить, как сейчас ваш муж наблюдает, как жена забивает гвозди Ой, у меня он вообще, конечно, на все руки мастер Сейчас мы поговорим об этом Надо же по косому-то сбивать А что два гвоздя осталось? Вот здесь нужно еще один год Давайте, песня ваша заканчивается Все, готово! Ну что же А это фэшн? Да, какой-то он, я смотрю, винтажный скворечник Гвозди торчат из всех сторон Это фэшн? Да, есть где присесть птенцам Есть где засыпиться рукавом Друзья мои, прекрасно Посмотрите, полезная штука получилась Спасибо, вы справились А можно я его на дерево прибью? Да, да Можно, правда? Да, да, обязательно Я это сделаю и буду подкармливать Вообще, конечно, сюда еще нужно вот такую приступочку Я доколычу Приступочку, да, и надо еще, знаете, что сделать? Надо еще вот такую жердочку обязательно Ставлю Я доделаю тогда Доделаю Ваша вещица Давайте скажем спасибо Спасибо! Ну, тогда с Пойкиным С удовольствием Ты моя слабость, я в твоих руках Тебе поверю, только не лукав Тебе раскроют то, о чем молчат И никому ни слова больше Наши характеры и полюса Наши тела, гравитация Нам суждено с тобой небесами Знаешь сам Твоя вина в моей зависимости Перед тобой ответ нести Больше нет сил Пойми вся суть моей верности Меня прости за мои слабости Увы, другими нам уже не стать Я с твоим именем на устах Ты знаешь слабые мои места И снова я тебя прощаю Любить без памяти только так Сменять порывы, крик и шепотом Нам суждено с тобой небесами Знаешь сам Твоя вина в моей зависимости Перед тобой ответ нести Больше нет сил Пойми вся суть моей верности Меня прости за мои слабости Твоя вина в моей зависимости Перед тобой ответ нести Больше нет сил Пойми вся суть моей верности Меня прости за мои слабости Я же не зря вспомнил историю Про то, как у вас вылупился маленький птенчик Из куриного яйца И как вы о нем заботились И как потом все яйца грели Доставали из холодильника, грели на батареи Практически поджаривала Но детство Но давайте все детские воспоминания Попробуем возродить в жизни Я попрошу помочь мне И принести Замечательных, пушистых сюрпризика Солнышко Солнышко Попробуйте их посчитать По осени Раз, два, три, четыре, пять, шесть Восемь, девять, 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 девять Четырнадцать А это не так просто? Малыши А я бы вас по очереди брала бы. Я знаю, сколько здесь. Сколько? А вы скажите, попробуйте посчитать. Это очень сложно посчитать большое количество птенчиков. Почитайте. Хорошо. 1, 2, 3, 4. Я же все-таки из математического класса. У меня математический склад ума. Не двигайтесь, ребята. Раз, два. Не двигайтесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, четыре, пять, шесть, семь. Нет. Вторая попытка. 1, 2, 3, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четыре, пятнадцать. Правильно, пятнадцать. Их пятнадцать. Мы же все состоим из детских воспоминаний. И посмотрите, как он крыжка положил красиво. Ой, красиво. Модель. Я что хочу вам предложить. Возьмите одного цыпленка домой. Чтобы вы никогда не жалели о том, что вот тогда в детстве у вас не было такой возможности. Вы серьезно? Ну, а почему нет? Спасибо большое. На вырос. И на счастье. Спасибо. Спасибо. Как ребенок. Посмотрите. Ну да. Всю энергию, сцветушейка такая трогательная. А далее вашего цыпленка в надежные руки. Мы его потом вам вернем. Как вы думаете, как супруг отреагирует? Обрадуется? Что пошла на телевидение, просто там дать интервью, а пришла с цыпленком. У моего мужа в руках все расцветает. А если ему посадить цветок или дерево, будет три раза быстрее расти, чем у меня. И животные так же к ней приходят, поэтому я думаю, что... Отлично. Как вы познакомились с мужем? Мой муж увидел клип с моим участием. И влюбил, что влюбился в мои глаза. Он далек от шоу-бизнеса, от музыки, IT, мобильной технологии. Ух ты. Когда вы нас представили, и мы вот так вот пожали друг другу руки, мир остановился. Все. Энергия моя, теплая. И я вот, знаете, я не могу забыть это до сих пор. Я и мужу постоянно это говорю. То рукопожатие, и его энергия, конечно, не изменилась. Я опять сейчас начну рыдать. Я вообще не была сентиментальной. Просто как только я встретила своего мужа, я поняла, что у нас действительно, вот как говорят, да многие, есть свои половинки. Их можно встретить. Главное, не упустить. Романтично. Романтично. Да. Ну, а как предложение? Так как он делал? Я сидела в гримёрке перед концертом. Мы составляли очерёдность песен. Я переписываюсь уже сейчас с своим мужем. И мы понимаем, что так мы больше не можем тянуть. И он просто пишет, ты выйдешь за меня замуж. И опять мир остановился. Это самое классное предложение. Неважно, где это сделано. Кому-то нужна Эфелева башня, кому-то башня Останкина, кому-то на лодке в речке. А кому-то мне смс-ка была с самым крутым предложением, потому что это долгожданные слова. Хотите узнать, что будет в 2016-м? Конечно, хочу. В каждом из этих шаров написано предсказание на будущий 2016-й год. Вы берёте шар, берёте привычный вам по жизни инструмент, разбиваете его, достаёте предсказание и зачитываете вслух. Всё. Вот можете это делать на этом подносике. Спасибо большое. Только мой шарик синий. Выберите сами. Да, конечно. Любой шарик. Какой красивый шарик. Ну разве можно так, а? Давайте. А смотрите, хотите сюрприз? Можно же просто достать и ничего не бить. Поняла. Не годится. Не романтично. О боже, страшно это как. Давайте. Вот, идите. Отвернитесь хотя бы. А это не такой простой шарик. Ой. Давайте. Ой. Так. Аккуратно. Какой красивый шар. Итак, что судьба готовит Елене Темниковой в 2016 году? Осторожно, не порежьтесь. Спасибо, всё в порядке. Итак, в этот год, 2016, работы много, ожидает впереди. И счастливого итога ты добьёшься, подожди, в жарких странах отдохнёшь и везение обретёшь. Ой. Прекрасно. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо, что вы пришли. Но теперь песня? Конечно. Песня, прошу вас. Микрофон. Спасибо. Босеком, по осколкам чувств. Тихо, тихо, чтобы не нарушить. Я не спорю, а просто молчу Тишину выпуская наружу Эту боль можно перетерпеть Все равно без тебя мне больнее Успокой меня и обними скорее Бегу навстречу к тебе По осколкам любви Бегу, хоть это болезненно Дерзаешь сердце, зачем? Оно страдая молчит Но любит так самоотверженно Бегу навстречу к тебе По осколкам любви Бегу, хоть это болезненно Дерзаешь сердце, зачем? Оно страдая молчит Но любит так самоотверженно Бегу навстречу к тебе По осколкам любви Бегу, хоть это болезненно Терзаешь сердце, зачем Оно, страдая, молчит Но любит так самоотверженно АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! Спасибо. Спасибо, Алина. Спасибо, что пришли к нам Добра, тепла, любви, удачи Спасибо большое, что пригласили Мира, здоровья, счастья, радостей До свидания Это была программа Наш человек и Валерий Комиссаров Цените наших людей Увидимся завтра До свидания АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ